Долгие годы и даже столетия левшам на земле жилось очень тяжело. В Древнем Риме их называли «зло». Средневековые служители церкви рассматривали леворукость как верный признак склонности к колдовству, за что во времена Инквизиции левшей сжигали на кострах. На Руси левшам запрещали давать показания в суде, а древние германцы звали их «неумёхами». Между тем, неуклюжесть леворуких людей объясняется тем, что мир попросту не предназначен для них. Многие вещи, начиная от ножниц и компьютеров и заканчивая швейными машинками, автоматами и турникетами в метро, заточены под праворуких людей. Учёные считают, что в процентном соотношении левши всегда неизменно составляют не больше 10% населения всего земного шара. И большинство из них – мужчины. В Японии вплоть до 20 века леворукость жены считалось достаточным основанием для развода. Вероятность рождения леворукого ребёнка, если оба родителя правши, всего 2%. Если один из родителей левша, вероятность повышается до 17%. У обоих леворуких родителей дети левши появляются в 46% случаев. Кстати, существует и такая статистика. Женщина, вынашивающая ребёнка в 40 лет, имеет большую вероятность родить левшу, нежели 20-летняя. Но кто сказал, что левшой быть так уж плохо? 40% золотых медалей в боксе завоевали леворукие. У них есть преимущество при ударах в печень. На руку леворука с фехтовальщиком и теннисистом. Лишь 1% от всего населения Земли одинаково удобно пользоваться обеими руками. Таких называют амбидекстрами. Кроме руки, люди имеют доминирующую ногу, ухо и глаз. Термины «левша» и «правша» применимы не только к людям, но и к животным. Среди кошек большинство правши, среди мышей приблизительно 50 на 50, а вот абсолютно все белые медведи – левши. Жизнь прекрасна и удивительна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова